Что происходит с Душой после смерти? Ну, в основном происходит процесс счастья, процесс получения счастья. Душа, не обребененная грехами, испытывает огромное наслаждение, пребывая в загробном мире, потому что там энергетика гораздо выше, вибрации выше. Но, вот возникает простой вопрос. Почему никто не знает ничего о загробном мире? Почему никакой информации? Очень скупая. Вот я долгое время мучился над этим вопросом. Сколько умерших, сколько душ там связывалось и так далее? Почему не рассказывают о том, как там живут души? И почему медиумы, которые часто вызывают души умерших, часто сходят с ума? Статистика. Остаются единицы. Очень многие с ума сходят, когда начинают заниматься контактами с загробным миром. Вопрос, почему? Оказывается, Любое развитие — это есть соединение противоположностей, борьба противоположностей. Так вот, мир развивается, и развивается человечество, и жизнь как таковая. Так вот, для того, чтобы жизнь развивалась, она должна существовать в двух противоположных формах. В физическом теле и без физического тела. Поэтому загробная жизнь — это есть жизнь в другом формате. Тогда почему мы о ней ничего не знаем? Оказывается, если противоположности взаимодействуют, но они через точку взаимодействуют, они как бы не дистанцируются, тогда идёт развитие. Но возьмите два полюса и соедините их. Что будет? Ноль. Так вот, оказывается, полное точное знание о загробном мире позволяет нам туда проникать, взаимодействовать. И если у нас мало любви, которая позволяет держать противоположности на расстоянии, то мы либо сойдём с ума, либо умрём. Поэтому, на самом деле, пребывание в загробном мире — это достаточно серьёзный этап развития. Но с меньшими, с моей точки зрения, возможностями, потому что, имея тело, мы страдаем, теряем, преодолеваем это всё. Там просто состояние счастья гораздо больше. Но состояние счастья там большое. Как сказала душа одного из умерших, если бы знали, как здесь хорошо, то, наверное, очень многие не захотели бы жить на земле. Так что, в первую очередь, нужно правильно относиться к понятию смерти. Смерть — это переход в другое состояние. Но стремиться к загробному счастью не стоит. Нужно реализовать счастье в этой жизни. Потому что любое дезертирство из одного уровня на другой приведёт к тому, что и будет плохо и здесь, и там. Так что душа после смерти, опять же, если человек не обременён грехами, это душа, которая, можно сказать, вернулась домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова